Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы быстренько с вами обсудим обновление 9.3. Короче говоря, вот оно появилось, скажу откровенно за себя. Первый мой облом, который произошел, поскольку я не получаю никакой информации от Wargaming, я был в полной уверенности того, что когда выходит вот это обновление, по крайней мере, как его анонсировали с вот этим фолиантом, то, соответственно, типа сразу начнется и ивент на этот танчик. Я такой весь в воодушевлении, особенно когда увидел новость, что 4-го числа состоится обновление, ждал момента обновления игры, наконец-то она начала загружать обновление, я весь такой воодушевленный, попадаю в ангар и вижу, что нет никакого ивента. Я такой по простоте своей душевной начинаю клацать на вход в храм, не работает, на книжку тоже не работает. Короче говоря, ну, расстроился я немножко, ребят, или даже очень множко. Но давайте будем обсуждать тогда все остальное, обсуждать будем изменения в ангаре. Мне лично нравится. Единственное, что немножко кумарит вот эта вот летающая фигня. Что там, песок, да, или что это летает, не знаю. Может какие-то куски газет откуда-то несет с помойки, не знаю. Короче говоря, вот так это выглядит. И честно говоря, вот этот ветруган немножечко как бы так, ну, не знаю, подсипывает мне глаз. Класс. Книжечка очень классно нарисована, довольно прикольно. Но я, конечно, не художник, но немножко несочетание идет. Крайне дешманской вот такой вот прорисовки руки с офигенно прорисованной книгой, да, визуализированной. Ну, ровно как и вот эти вот штуки, да, там текущая лава. Выглядит, конечно, прикольно, но куда она дальше утекает, я, честно говоря, не совсем понимаю. Если бы здесь хотя бы там такой проходик был, да, какой-то из лавы. А, ручеек, да, там какой-то, ну, тогда еще хоть понятно было бы. Короче говоря, ну, идея сама неплохая. Не вся реализация, конечно, мне лично заходит. Но в целом, ребят, с учетом того, что предыдущий ангар уже поперек горла стоял, и эта дурацкая музычка из музыкальных автоматов, которая, блин, оставалась после ивента еще в течение месяца, если я не ошибаюсь. Короче, сейчас вот такая вот, ну, атмосферность, да, безусловно, есть в ангаре. И спасибо большое разработчикам за вот саму атмосферу, да, которая получилась у них. Теперь давайте, что касается самих обновлений, то, что обновили. Я не буду заходить там в саму новость, да, сюда и читать тупо все, что там написали. Я думаю, читать каждый из вас умеет. Ну, а кто не умеет, подойдите к кому-нибудь, кто умеет, он вам прочтет. Теперь давайте, если честно, и быстро, то на словах. Добавили легендарные кома, которые не просто разукрашки, а с добавлением всякого рода обвесиков. И, честно говоря, из машин, которые должны были получить их, у меня есть только Type 71. Два премчика у меня отсутствуют. Ну, я имею в виду, второй, третий танк, это премчики. У меня на них нет, к сожалению, возможности показать, как выглядит камуфляж с обвесом. Скажу за себя. Значит, смотрите. Я человек, кто меня знает давно, не из тех, которые любят вот эти вот легендарные камуфляжи, особенно платить за них. Вот прям совсем не понимаю. Вот, допустим, редкий камуфляж, 750 голды. Ну, за что ты отдаешь 750? Ну, вот вообще не понимаю, ребят. Если кто понимает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Но только не пишите по поводу тех камуфляжей, которые действительно помогают в игре. Ну, типа там, смотришь на него в прицел, а он для тебя весь красный. А по факту это просто кома так выглядит. Поэтому, ребят, за такие вещи я знаю, но в основном платить за 750 голды, как бы покупать регионарные комы, точнее редкие, да, там, ну, я, честно говоря, ну, не понимаю, ребят. Хоть убейте вы меня. Что касается самого кома, да, безусловно, ребят, разрисовочки, вот эти вот добавления всех вот этих вот резинок висящих, да, которые закрывают катки. Добавления там, пускай слишком структурированно прорисованных, но все-таки вот этих вот тросов. Добавления, в частности, вот этого фонаря на типа 71, на этого. Добавления вот этих вот обвесиков всех. Ребят, ну, машинки добавляет, действительно, добавляет вот красоты. Играбельности, понятное дело, не добавляет. Это вот просто чисто ради фана. И вот теперь возвращаемся к вопросу ценника. Ребят, ради фана за 2550 это, по-моему, какой-то абсурд. Потому что за 2550 можно за двушку купить, допустим, там, пятого-шестого уровня премчик, либо коллекционную машину. Ребят, я понимаю, что это песок. Не надо сразу в комментариях писать по поводу того, что ха-ха-ха, песок, траля-ля. Я поговорю просто за то, что да, песок, песок, ребят, но это танк. Это то, на чем можно ездить, на чем можно играть. Есть фановые танчики на пятом-шестом уровне. За 2500 можно седьмого уровня взять прем. Ребят, ну реально, иногда и седьмёрки какие-то, да, там, выпадают. Пускай и не имба, но это машина, которая у тебя в ангаре стоит и которую ты можешь выгонять и играть на ней. Ну не знаю, добавьте тысячу голды. Да иногда, блин, восьмёрку можно взять, которая давно в игре, за 3500 золота. Но кома за 2550, ну стоил бы он косарь, но я бы ещё как-то понял. Ещё раз повторюсь, ребят, я не говорю, что кома плохой. Кома классный, мне заходит. Я же говорю ещё раз, вот посмотрите там, в обычном камуфляже, да, то есть, ну вот ни о чём. Вот, допустим, даже пускай он эпический, этот фиолетовый камуфляж какой-то, извиняюсь, жлобский, переливающийся. И вот такой вот, ребят, по поводу жлобского, у кого стоит на машине такой камуфляж, вы не обижайтесь, я говорю за своё собственное мнение. То есть, ну, я не хочу такой камуфляж. Просто говорю, вот как я его чувствую. Если он вам нравится, пожалуйста, катайтесь. Безусловно, я не имею никакого морального права вас осуждать за то, что вы его себе поставили. Поэтому, ребят, не принимайте в обиду, просто говорю свою субъективку. Теперь возвращаемся к кома. Красивый, вопросов нет, но не 2550. Спасибо разработчикам за то, что разрисовали это всё. Много труда явно ушло это всё прорисовывать в 3D-моделях. Но на этом, ребят, по камуфляжу у меня всё. Что касается боекомплекта, да, вот этих вот новых визуализаций. Да в пене они, честно говоря, по большому счёту. Мне и предыдущие нормально нравились, подходили. Ничего такого не вижу. Честно говоря, как-то более по-детски начало выглядеть. У меня, честно, ну, складывается впечатление, что я зашёл в какую-то детскую стрелялку, в шутер какой-то, типа, ну, не буду говорить название игр, я думаю, вы понимаете. То есть, ну, вот что это вот? Ну, вот всё нормально выглядит, всё строго, всё культурно, да, вот. Открываешь там, ну, окей, да, пускай вот тихо, спокойно, без понтов, просто канистра нарисованная. Нет, заходишь сюда, блин, такое впечатление, что это какой-то цирк нарисовали. Ну, опять-таки, моя субъективка может кому и понравится. Да, я не спорю, можно вот так вот нажать и, типа, вот так вот оно тебе показывает, типа. Ну, ну и что? Ну, пока... Да мне, честно говоря, 300-500, 255-425, ничего, сидеть с калькулятором высчитывать, какая средуха? Да вы мне напишите просто, что средний у меня будет там, вот в данном случае, что там будет у меня? Ну, вот напишите мне, что средний 252. Все, мне хватит за глаза, ребят, ну, прям вообще под темечка достаточно для понимания того, что я смогу делать в бою. А вот это от и до, знаете, ну, какая мне нафиг разница от до? Если я захочу, добавьте мне это в виде там прям, прям скрупулезного изучения снаряда, да, там какую-то кнопочку, там вот информацию нажал. И вот покажите мне здесь вот, да, вот, что вот от и до, чтобы я понимал, что мой снаряд будет пробивать всех, у кого броня ниже там, ну, то есть, там, до какого-то. Уровня, да, окей, хорошо, но нафига мне это вот здесь, вот, 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 все вот эти вот, извиняюсь, понты в зоопарке? Ну, честно говоря, я не понял. Итак, ребят, последнее, чего я хотел с вами обсудить, вообще, я так думаю, что у вас сказывается впечатление, что я вообще ничего не понял, мне все вообще не зашло. Нет, мне зашел ангар, да, ангар красивый, вопросов нет. Мне понравилось, и звук классный в ангаре. Итак, ребят, вот теперь давайте перейдем к машинкам, у которых изменили, да, там, вот, прорисовку, качество, графики, да, этих машин. Изменили на Дракулу, на Хельсинга, на Ликана. Скажу откровенно, у меня нет Дракулы, у меня нет Хельсинга. Повезло в свое время купить Дракулу, чему был в свое время очень рад. Сейчас вообще забыл про эту машину, потому что на сегодняшний день, по моему скромному мнению, вообще неиграбельный аппарат станул. Итак, вот смотрим, изменили его. Вот внимательно присмотритесь на него сейчас в ангаре. Я уже выгонял его в рандом, для того, чтобы посмотреть, как это в бою выглядит. Вот в ангаре, видите, переливается свет на нем офигенно, да, вот эти вот все потертости такие. Но, ребят, согласитесь, выглядит довольно классно. То есть это не просто старый внешний вид, тупо черная машина, такое впечатление, что его беднягу в краску уронили просто в ведро с черной краской. А вот действительно классно прорисовано, да, то есть металл вот этот вот затертый такой до блеска в некоторых местах. Но, честно говоря, вот кто знает, тот поймет, ребят, вот пистолет Макарова, когда ты поносил в течение там года двух-трех в полуоткрытой кобуре, оперативке так называемой, вот на нем появляются вот такие вот потертости, да, вот, пожалуйста, вот, ну, выглядит реально классно, вот, ну, мне, честно говоря, заходит. Ну, приятно. Теперь давайте смотреть на это все в бою. Ну, пока запрыгиваем в бой, хочу попросить каждого из вас, кто не подписался еще на мой канал, подпишитесь, пожалуйста, я вам буду безумно благодарен. Это действительно, ну, дополнительный кислород в жизнь моего канала, в развитие моего начинания, ну, и, соответственно, в выстраивании мной, моей мечты. Я хочу сделать канал, на котором будут честные, объективные обзоры, на которых я не буду никого абсолютно унижать, оскорблять, не буду полностью все обгаживать, как есть обзорщики, которые говорят, там, у него канал посвящен вот тупо прям, чтобы не появилось, он все готов забросать фекалиями. Нет, ребят, просто честное, субъективное мнение. Итак, давайте будем возвращаться. Я сейчас очень плохо, скорее всего, сыграю, по одной простой причине, потому что сейчас я смотрю на камуфляж и хочу его заценить. Но давайте вот посмотрим. Вы помните, как выглядела машина, стоя в ангаре, да, вот, свет на него падает, там, все дела, красиво так, смотрим. Вот скажите мне, пожалуйста, вот куда делась вся вот эта вот красота, которую мы только что видели? Да, какие-то отблески есть, но, ребят, вы посмотрите на вот, на, на бортах, да, вот, вот, ну, ну, что это такое? Вот такое впечатление, что Дракулу, вот этого беднягу, его из родового поместья в кожаном плаще в его выгнали, или в какой там он у него был, да, там, тканевый, и он, бедняга, скитался в течение нескольких лет вокруг родового поместья, где-то там жил на вокзале, короче, бомжевал, протер все пальто себе до непонятных дыр, до непонятного состояния вот такого, то есть, ну, честно говоря, хочется взять его да покрасить. У меня вот есть такая, что называется, рабочая куртка в гараж ходить, и, 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 и у нее где-то такой вид, и, честно говоря, хочется взять и, 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 ну, мочалочкой, черной красочкой для кожи пройтись периодически по этой куртке, потому что даже по гаражу стыдно ходить, ну, по гаражному кооперативу. А здесь, ребят, ну, блин, ну, даже не подкрасишь в конце концов. Короче говоря, ребят, я не совсем понимаю, что тут было дорисовано. И сказать, что это прям, ну, как это правильно назвать, прям реалистичнее стал смотреться. Нифига он не стал реалистичнее смотреться, по моему скромному мнению. Что в нем не звенилось? Да, раньше он был просто уныло-черный. Тут как бы, ну, я не собираюсь говорить, что такого не было. Но нафига вы нарисовали на нем вот это вот все убожество? Такое впечатление, что он стоял где-то, не знаю, там, на стоянке брошенных машин, выцветал с годами, и с него облучивалась краска. Ну, то есть, если вы хотели таким образом подчеркнуть, что на сегодняшний день Дракулу уже редко выгоняют из ангара, им никто не пользуется, и он, бедняга, стоит, выцветает и становится блеклым, тусклым и затертым до дыр, ну, окей, ребят, у вас это получилось. Да, действительно, просто суперски смотрится машина. Ну, типа, вроде бы и реалистичный, и в то же время, как-то я бы сказал, уж, простите, бомжеватей. По-другому я это назвать не могу. Ладно, доигрываем бой, все-таки уже как-никак зашли, надо попытаться хоть что-то сделать. Все, я сделал, я сдох. Ну, короче, да, Дракула пробивается, конечно, бедняга, куда попало. И вот, смотрите, во что он превращается, когда его убили. Становится такая, типа, как уголек, знаете, такой вот, из костра достали, и вот такая вот красота получилась. Ладно, я не за результатами боя сюда пришел, поэтому выпрыгиваю обратно в ангар. И давайте будем суммировать. Ребят, безусловно, есть и позитивы от того, что сделали. Я имею в виду от этого обновления. Я все-таки запрыгну сейчас в обновление и скажу, что я имею в виду. Я имею в виду, что помимо вот красоты, которую навели в самом, господи, ангаре, да, то есть есть такая красота, помимо этого, вот камуфляжи за ранг вообще не понимаю. Ну, тупо доилово на серебро, чтобы ты вваливал серебро, чтобы ты, типа, лучше смотрелся в бою, потому что ты козырный чувак. Ну, вот мне лично вообще по барабану, кто там смотрит на меня в списке команды, которая заходит. И вообще на этот рейтинг я лично внимания никакого не обращаю. Напишите в комментариях, кстати, ребят, кто обращает внимание, какого рейтинга игрок конкретно на конкретном танке зашел в бой. Вот кого колышет этот вопрос, напишите и напишите почему. То есть вы его начинаете больше бояться, вы начинаете прятаться от него. Или вы считаете его супер богатым чуваком, у которого серебро просто из карманов сыпется в ангаре. Ну, короче, напишите свое мнение, буду безумно благодарен, мне действительно интересно. Ну, вот это мы уже обсудили, как бы я не считаю, что это супер-пупер. Да, прикольно, красиво, но непонятно. Наглядность снарядов уже обсудили. Вот то, что хотелось сказать, помимо Дракулы, балансировочные правки. Балансировочные правки действительно, ребят, но по многим машинкам правильные были сделаны, да. Вот, допустим, увеличили бронирование во лбу, да, башни у Тайпа 61. Ну, потому что, действительно, играть на стоковой башне, вот, с тем бронированием, которое было, это было очень тяжело, очень неприятно. Поэтому в определенного рода машинках действительно балансные правочки вписаны, такие, знаете, ну, которые я понимаю, я их даже в большинстве своем поддерживаю. Ну, вот, допустим, мне очень понравилась балансировочная правка на РУ-251, потому что мощность двигателя там и так довольно неплохая, машинка бодрая, согласитесь, классная машинка для легкого танка, вообще просто бомбич. А еще и сделали, наоборот, чуть добавили, да, то есть, получается, раньше было 630, а подняли до 655 лошадиных сил. Насколько это прочувствуется в бою, ну, должно как-то отразиться, она и так довольно-таки маневренная была. Ну, а сейчас-то и того получше станет. Короче говоря, позитивы от обновления, безусловно, есть, но они не настолько прям офигительные, по крайней мере, моими глазами, как мне того хотелось и как я того ждал. Если вы с чем-то не согласны, пишите комментарии, если у вас есть возможность поддержать канал, ставьте лайки, пишите комменты, обсуждайте с другими ребятами, обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И, ребят, если вы имеете возможности, желание финансово поддержать развитие канала, а он в этом нуждается, пожалуйста, переходите по ссылочкам, которые есть для доната в описании к видосу, ну и, соответственно, поддержите мои начинания, я вам буду безумно благодарен. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, возвращайтесь на канал, мира вам и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова